Анастасия Куклева Рубрика «Афиша. Утверждаем». Есть гораздо более приятные поводы поговорить об этой стране и о всем американском континенте. Один из них – мероприятие для всей семьи Олимпиады на пяти континентах «Открываем Америку». Пройдет она в эти выходные в парке приключений «Задор». Там вас ждут индейцы племена и трубки мира – удалые ковбои, мустанги и колорит Дикого Запада. Все участники игры смогут попробовать себя в спортивных состязаниях ковбоев, научатся стрелять из лука и постараются отыскать настоящие индейские сокровища. А также смогут сделать на память яркие кадры в фотозоне Дикий Запад. Всех гостей ждут розыгрыши призов и приятных сертификатов. Кстати, если вы боитесь замерзнуть в осеннем лесу, не переживайте. В парке работают теплые шатры, в которых можно комфортно отдохнуть и попить чай после приключений. Поэтому смело приходите, откройте для себя Америку и посмотрите глазами ее коренных народов на самое грандиозное спортивное событие мира. Как хорошо вы знаете географию? Ставят ли вас в тупик вопросы, а где же находится та или иная страна? Озеро, река, материк. А также, насколько хорошо вам знакома наша страна? В эти выходные у вас появилась прекрасная возможность проверить себя на знания географии. Ведь 20 ноября в Саратове и во всей стране пройдет второй всероссийский географический диктант. Организаторами проверочной работы, как и в прошлом году, выступает Русское географическое общество. Вопросы диктанта будут посвящены в первую очередь географии России. Проверить свои знания в нашем городе можно будет на четырех площадках. В классическом университете, в школе номер 43, в филиале Самарского государственного университета путей сообщения и культурно-выставочном центре «Радуга». Если вы уверены в своих знаниях, приходите. Участие в акции свободное. Однако для входа на площадке вам потребуется документ, удостоверяющий личность. Признайтесь, вы когда-нибудь мечтали сняться в фильме? Ну хотя бы раз в жизни наверняка об этом задумывались. Если да, то эта новость вас порадует. 17 и 18 ноября в Театре оперы и балета пройдут съемки многосерийного фильма «Любовь по приказу». Сериал снимает кинокомпания «Фениксфильм» по заказу Первого канала. Состоит телефильм из восьми серий. Кроме нашего города, натурные съемки картины проходили еще и в Санкт-Петербурге. В Саратове планируют снять сразу несколько сцен с вашим участием. На первый день съемок требуется 40 человек, на второй – 100. Оплата – 500 рублей за смену. Я думаю, ради этого стоит поучаствовать. Первое организационное собрание состоится уже в эту среду в Театре оперы и балета. Поэтому времени на раздумья нет. Скорее записывайтесь в ряды актеров. Если вам нужна дополнительная информация, то звоните вот по этому номеру телефона. «Фениксфильм» В которой сможете дотрагиваться до электрических разрядов от катушки, управлять ими. И все это абсолютно безопасно. Также вас ждут эффектные, зажигательные и волнующие опыты, которые в основном проводятся в темноте. Как я уже и говорила, равнодушных после посещения шоу не останется. Дети узнают много нового об электричестве и его свойств, только доступные для них в форме. А взрослые смогут вспомнить школьную программу и даже ассистировать маленьким профессорам в разгадке сложных физических законов. Поэтому собирайте компанию побольше и отправляйтесь. Интересно проводить время. А сейчас новость для футбольных болельщиков. В субботу на стадионе «Локомотив» «Саратовский Сокол» проведет последний домашний матч в этом году. На своем поле «Белосиние» примут команду «Спартак-2». В турнирной таблице противники опережают нашу команду на 7 позиций. Для тех, кто отстал от футбольной жизни, напомню, «Сокол» сейчас находится на 14-й строчке, а «Спартак-2» на 7-й соответственно. Поэтому «Белосиням» как никогда нужна поддержка болельщиков. Пишите плакаты, разучивайте речевки и отправляйтесь на матч. Уверена, с вашей поддержкой одержать победу нашим игрокам будет проще. И не забудьте взять с собой термос с горячим чаем и теплый плед. Осенью на стадионе очень холодно. Хочется нам того или нет, но настало время прощаться. Радует неизменно одно. Встретиться мы с вами можем в наших группах в социальных сетях и на сайте saratov24.tv. Ну а следующий выпуск афиши выйдет настолько быстро, что вы даже не успеете оглянуться. Поэтому с легким сердцем я, Анастасия Куклева, прощаюсь с вами. Ходите на хорошие мероприятия и помните, в Саратове гораздо интереснее, чем вы думаете.